Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Свинки сегодня у нас 3 мая 2018 года. Выпустил свиноматок погулять, будущих, скажем так, свиноматок. Сидят они постоянно в заперти, не видят свободы, поэтому свобода для них отличная. Сейчас побегают, успокоятся. Хряка унюхали. Оу, а ну сюда, оба, надо их нагнать, чё ждём, чё ждём, куда гулять. Да не бойся ты её. А куда? А ну успокойся. Не бойся. Все они просто застоялись. Успокоятся они как нему для радости. Рассарапалась, вот зараза тупая. Маша сейчас вылезет. Маша сейчас вылезет тоже. А Маша не может сзади. Да она не хочет, она ещё боится, стесняется. А она перекидывала, она не могла. Да поверь мне, они прыгают выше роста человеческого. Хряк вьетнамец, унюха, иди отсюда. Пусть немного побегают. Уже в этом месяце буду случать их. Сейчас ждём, пока начнёт гулять кто-то первая. О, и так бежала, что он себе всю спину содрала. Ах ты, зараза ты, а. Вот это самая свинюка мало. Давай, не зли меня. Вали отсюда. Да не мотыляй ты головой, ты. Иди вон там полежи, иди. Левша? А вон вторая, она никак вылезти не может. Может тебе помочь? Алло. Давай, иди. Иди погуляй. Иди погуляй. Давай. Давай, давай. Давай, иди не больше. Иди. Ну и шо, этот. Ух ты. Ссыкло. Да на половину лазать дальше не лезь, не лезь. А це уже точно свиня. Домогается хряка. Она не гуляет. Просто, что интересно, кто ж там сидит живет. Ко мне не подходи, иди отсюда. Ну вылазь давай, чего ты? Ну такие выросли свинки. Сейчас будем из них мамочек делать. Ну что ты боишься? А зайди вон в той стране, где мама, Ангелин. Сюда не иди. Ну вот это надо было на дороге навалять. Давай, иди. Шо? Шо ты рот открыл? Да, они сейчас тут устроят. Это надо сделать какой-то выгуем, чтобы они могли себе разминать мышцы свои. Да иди не трись от меня. Ушла, я сказал. Везде все интересно знать. Ну ничего, сейчас мы их побегают пускай. Мацион у них будет хороший. Лужа им не повредит. Тима, не бойся ее. Толкни ее ногой, чтобы отошла, а то вымажет вас всех. Тима, не так сильно. Пускай, она ничего там такого. Свинья, короче, можно не бояться, чтобы свинья съела стекло или гвоздь. Вось, я не знаю. Это им не грозит. Они перебирают ртом своим все там идеально. Эта корова может и лезвие проглотить, и что угодно. Со свингами такой номер не пройдет. Поэтому можно не боясь, куда угодно выпускать их, чтобы они побегали. Вон, видите, как носятся, довольные. Уже трошки успокоились. Постоянно сидят уже с закрытыми. Когда свиноматка будет с поросятами, особенно в последних там два месяца-месяц, просто необходимо ее выводить, чтобы она могла немного, ну как, мышцы у нее там укрепились. Потому что, когда будет опороз, если она будет, ну как, все время сидеть, она может не распороситься. Проблемы могут возникнуть. Поэтому, если на мясо, допустим, то все равно хоть на ноги падает. Меньше двигается, больше вес набирает. Где-то, как мне вес не нужен уже. Они набрали нужный вес. Ну, как нужный. Для первого, так скажем, для первой свинчики, я думаю, нормальный вес уже. Килограмма не там. Это, наверное, до 90 весит. Мерить не буду, потому что они грязные. Ну, так, на глаз. Вот та белая, наверное, чуть побольше. Та точно, наверное, кил 90, а может даже больше уже. Рыжая немного поменьше. Ну, тоже. В принципе, в принципе. На первую случку уже вес нормальный пойдет. Возраст тоже нормальный. Посмотрим. Плюс, когда она будет находиться у поросного, у нее еще будет 4 месяца до родов. За эти 4 месяца это пол жизни, которую она прожила. А еще наберет вес. Так что я думаю, вес будет зачетный. И, надеюсь, поросята тоже получится нормальный. Ой, Игорь, надо не подходить к ним. Надо третью выгнать попробовать, а то она не получается у нее выйти. Пошли. Вроде не кусаются друг с дружкой. Сидят рядом в сарай. Видят постоянно друг друга. Ну, надо, чтобы она вышла. Ой, понатирала себе бока. Ну, вылазь, ссыкло. А на, отойди оттуда, ты рыжая. Зараза. Вот Маша. Не, Маша такая потолще. Она же на месяц меньше их, младше. Ну, в принципе, они, ну да, чуть поменьше она весом. Расцарапалась, пока вылазила. Не бойтесь, она еще не сделает. Ну, выставь ее, толкни ногой. А вы не бегайте только за ней. Или отойди от нее. Вот, кстати, хочу показать пацанам в этом самом, как они рядом. Ну, в принципе, Вовчик, вот эта белая, это твоя. Поросенок твой, что я брал. Ничего страшного, выгонюшись. У меня на правый вход. Да. Давайте ее сюда, она дырд нанюхала. А это ж жадная до еды. Иди. Нет, ей просто, она просто боялась. А ну, отойдите. Ну ничего, зацарапается же, проблема чешу. Заживет. Заживет. Заживет, конечно. Иди ей в колюжу, упади и все заживет. Заживет. Да, Маша такая она топтаная. Конкретно. Все, тихо, отойди, сейчас она в колюжу упадет. Падай, Машка. Она культурная, девочка. Да какая она культурная, она больная на голову. Она вообще не как свинья, елки. Она чистоклотная. Рыжая, хватит фестивалить уже. Она оттуда хряка свина этого лезет, как его, корейца. То еще что-то вычуживает. Машку и заваляет. Только попробуй. Слышь, она аж ходит с трудом такую сраку себе отъела. Вот, походу, Машу надо будет меньше кормить. Потому что она никогда у нас не загуляет. Молодец. Идите туда, я сейчас их сюда выгоню опять. О, Тимон, надо травы им кинуть, слышь. Сходи в этом, в прицепе травы кинем. Бо они вот сухую траву едят. Ура, наконец-то! Тань, закрой дверь, чтоб не сбежал. Смотри, понравилось! а то такая белая и лысая аж противно а жопу си отъела здоровую капец ангелина пропусти до тимку тима вот тут брось а тут дед а все нормально в кучу в кучу они разберутся машине идем там хавка пошли покушать машин пойдем где в комедии пойдем машине хорошая девочка хаву все 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 не тройте их все не тройте и отойдите не кричи уши не трой уши я потом съем не оттуда-туда-туда сейчас здесь грязи будешь а ну не драться вот это рыжая капец просто да не бойся то я тебя понюхаю ты чё то пусть чуть-чуть но надо надо обязательно выпускать потому что какие цени свиноматки ты просто на мясо елки ну так она месяц разница тима ну рыться это у них любимое развлечение дырой дырой нашла что-то там себе что такое-то ну зачем вы идете сейчас она будет бежать вас собьет с ног встаньте там нормально вам все видно кстати с наступлением весны и лета свиньи классно едят траву ну как конечно тоже едят но норму можно уменьшить сэкономив на корме зерна получают меньше при этом трава витамины плюс траве воды много не надо так ну не так много пьют хотя конечно пьют нормально у меня ниппельные поилки сделаны особо меня не напрягает надо в день там долить литров может 20 воды на три свиньи думаю не дужно цене так за сутки выпивают все пусть кушает на метро и и да первый раз вышла на улицу маша у нас это вот эта свинка толкни ее ногой чтобы она не лезла к тебе да не реально но они где-то так по весу наверно не будут там ну разница будет килограмм в 10 максимум там 15 но месяц разница в возрасте она должна быть меньше да ты пришла чтоб получить с керзака по морде да не смотрю по умнее он не хочет тима помоги маме чтоб он ник у нее нет возьми его себе на ручки эх ты смотри маша даже забегала слышь куда еще немного и мы уже не сможем отличить здесь никто да это которая рыжая уже такая же как и эти черные статки 1 будет зебра вот это нахлая будет зеброй ну не обижайте хорошо хряк там тоже сюда перевозбудился сейчас и хряк получит по мордасам и давай дорогу ташки на дорогу хряк сидеть лежать то есть плита не тебе лежать к реку лежать все иди ты со всеми уже познакомилась иди погуляйся знакомиться бегает да так вот в принципе свинки себя ведут на выгуле все поцарапалась а всем интересно так что подписывайтесь на канал ставьте лайки принципе выросли они размеров нужны где-то месяцев за 6 за 7 сейчас уже возраст такой нормальный подошел можно получать будет специально чуть-чуть подождал чтобы не сильно раны на сучку иначе проблема будет потом и малоблодия может быть и молока мало кормить плохо будет решил что пускай лучше чуть чуть дольше чуть позже случу зато будет уже нормальное потомство первое они такое переводят подписывайтесь на канал ставьте лайки снимки пусть бегают еще всего доброго